Первый круссет в 2018 году основатели Духовного Центра Возрождения апостол Владимир и пастор Виктория Мунтян провели в Днепре 7 января. Невероятно праздничную атмосферу в этот день создавали красиво украшенный зал, рождественские песни, а также искренние поздравления гостей и служителей церкви, которые приехали с большими ожиданиями. До этого служения я ожидаю, что Дух Святой просто прикоснется меня, и он наполнит своим настроением, наполнит это начало года просто всем позитивным, он берет от меня негативные мысли и просто ожидаю от него большого чуда в моей жизни. Поздравляю всех телезрителей и всех-всех служителей, желаю всех небесного благословения, благополучия в каждой сфере, в служении, в жизни, в любой ситуации. Пригласила моя мама сюда на Рождество. Я так слышала, что приезжает апостол Мунтиан Владимир. Хотелось бы послушать проповеди, получить отличное настроение, благословение на весь год. Я так понимаю, молитва будет благословение на весь год. Поэтому ожидаю всего самого лучшего, благословения Божьего. И хочу пожелать телезрителям, всем, кто еще не был здесь, обязательно приходите. Здесь очень хорошая атмосфера, добрые люди и живой Бог. Ярким началом этого рождественского служения стала музыкальная концертная программа, которую подготовили левиты. С первых музыкальных аккордов в зале ощущался дух Рождества. Посмотри, огни на елках, разноцветные горят. И подарки ждут под елкой взрослых всех и всех ребят. Ангел в восторгах явился, возвестил благую песнь. Иисус Христос родился, слава волей Бог. И чудесный праздник радостей для всех народов, для каждого из нас. Особенным гостем этого служения стал епископ церкви Прославления Григорий Павлович Сухина. Он поздравил церковь с Рождеством Иисуса Христа и вместе с апостолом Владимиром и пастором Викторией молился за исцеление людей от неизлечимых и смертельных болезней, которые присутствовали в зале и смотрели служение в прямом эфире. Это была особенная молитва, во время которой множество людей переживали прикосновения Божьи и получали исцеление. Прямо сейчас, я прошу Тебя по моей молитве, прямо сейчас, Господи, во славу имени Иисуса Христа, полностью исцели каждого ребенка в утробе. Я говорю, что буквально, буквально вот недавно, беременная сестра, одна сестра беременна, она приходила ко мне, она служитель, один из помощников, и ставили огромную кисту, прямо кисту, которая была с кулак, прямо буквально. Она занимала часть ребенка, страшное такое что-то. И я ей сказал, я помолился за нее, и я сказал, что ребенок родится, и ты увидишь. Она обошла множество больниц, везде один и тот же диагноз, везде показывали эту кисту. Но когда родилась эта маленькая девочка, представьте себе, не было никакой кисты. Она была абсолютно здорова. В этот день также звучали благодарности и свидетельства людей, которые получили свое чудо исцеления по молитве апостола Владимира и пастора Виктории. Слава Богу, я здоровая себя, прекрасное чувство, я очень Богу благодарна, что он отменил этот приговор, потому что действительно я боялась самочувствия, я хочу служить Богу. Богу нужны здоровые служители, я это поняла. Спасибо Богу, слава. От внешнего к внутреннему. Так называлось учение, которым делился апостол Владимир Мунтян на Рождество. Пастор вдохновлял и мотивировал каждого человека смотреть на себя глазами Божьими, ощущать себя достойным человеком и вырабатывать правильные привычки успешного человека. Обязательно ищи таких людей. Если хочешь видеть себя человеком высокого духа, будь всегда партнером и будь всегда ответом для людей, не только в партнерстве. Веди себя так, как даятель и станешь великим даятелем. Кто-то меня услышал? Веди себя так, как богатый человек. Как себя ведет богатый человек, духовно и материально. Он всегда хочет кому-то помочь. Правда или нет? Вот и ты себя так веди. У тебя нет денег. Это нормально. Но они у тебя будут. Потому что ты уже начал себя вести и исповедовать. Завершая учение, апостол Владимир молился о том, чтобы в жизнь людей пришел духовный рост и духовная зрелость. И чтобы в 2018 году явилась слава Божья и исполнились самые невероятные мечты. Я молю тебя за каждую мечту, которая написана. Бог великий! Коснись сейчас великий Бог Жизни каждого Коснись! Пусть не прошлое диктует нам Что с нами будет в этом году Но сегодня, в этот день Каждый пусть принимает это слово Я верю, мы все принимаем его Это слово благословения И я говорю Благословение Пусть придет на каждого в этом зале И каждого, кто и украд на телевизор Прямо сейчас Во имя Иисуса! В конце Крусейда состоялась еще одна важная молитва Молитва покаяния На призыв которой откликнулось множество людей Все они вышли на сцену, чтобы примириться с Богом И положить начало новой, счастливой жизни Впечатление самое замечательное Потому что с первых минут служения Была очень хорошая атмосфера И Божье присутствие в начале служения Когда была молитва Оно ощущалось прямо в зале И сегодняшнее слово, я думаю Для многих людей, которые были в зале Для меня лично Это слово должно обязательно Принести изменения в нашу жизнь И мы будем начинать действовать Как говорит наш апостол Идти по его учению И начинать изменения внешние Для того, чтобы измениться внутри Сегодняшний Крусейд Это вообще день необычный Потому что Бог через нашего духовного Отца Он учил, как становиться другим внутри Через внешность свою Через свои действия, слова И самое интересное Что я это делал тоже Потому что иногда мы стесняемся каких-то вещей Но Бог как бы подсказывает И всегда, когда мы слушаем Духа Святого Он всегда подведет и подскажет, как правильно делать Поэтому сегодняшнее слово апостола Оно необыкновенное Оно поднимет много людей на новый уровень Это было что-то невероятное Атмосфера праздника Атмосфера такая домашняя Ну просто, ну, действительно Слушала и просто наслаждалась апостолом О том, как он говорил Что говорил он о том, что мы не должны Выходить на новый уровень Мы должны давать Оставить высшие планки И достигать их Мы должны мечтать Мы должны расправлять крылья И идти, и просто летать Это было очень-очень-очень здорово Классно было, когда апостол говорил о том Что мы свободны Это повторял Григорий Павлович Сухина И мне понравилось, что Ну реально помазание Оно как поднимало людей сегодня И давало веру в то, что все будет хорошо На самом деле в каждой жизни Я поздравляю всех телезрителей Всю нашу церковь возрождения Нашу большую семью Я желаю, правда, чтобы каждый пережил Божью любовь в этом году особенно Пожелать также хочу всем Счастья в новом году Тоже, чтобы сбывались все мечты Все желания Чтобы все были уверены в себе Верили в себя, да Чтобы не сомневались ни в коем случае Как апостол говорит Приходили с поднятыми плечами С поднятой головой везде И не чувствовали себя какими-то ущемленными Там, несчастными Даже если чего-то сейчас нет То обязательно все будет Специально для телеканала «Возрождение» Валерия Сачкина, Ян Хомячук Днепр, Украина Счастья в новом году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова